здравствуйте сегодня мы продолжаем изучать разрушение как разрушать проклятие это учение баба ларсона и сегодня будет восьмой урок первая часть и этот урок называется так проклятие тайных культов мы сегодня будем изучать какие проклятия несут тайные культы как это проявляется и как основу освободиться от этих проклятий я уже говорила что содержание всех этих уроков взято из книги боба ларсона о разрушении проклятия и все что я делаю хорошего это я озвучиваю эту книгу озвучиваю не торопясь медленно чтобы все могли понять разобраться возможно что-то для себя записать если вы видите себя в какой-то ситуации чтобы вы знали какое именно это проклятие и как его разрушать и так 6 глава этой книги называется проклятие тайных культов сейчас закрою окно извините и здесь боб ларсон самого начала этой главы он рассказывает случай из своей жизни как они служили одному молодому человеку афроамериканцу но по нашему не было я служил одному молодому афро американцу назовем его назовем его малик ну это видно вымышленное имя просто он не хотел называть этого человека по каким-то причинам во время сеанса освобождения его голос вдруг изменился из чистого и приятного он стал вдруг дребезжащим и злым два моих ассистента держали его за руки а я сказал я выступаю против тебя злой дух во имя иисуса христа я противостою тебе в твоих попытках причинить зло этому человеку я связываю и осуждаю тебя во имя иисуса оставь меня в покое прошипел он мне в лицо моим помощником пришлось усилить хватку ну то есть этот человек вырывался и дальше боб ларсон ему говорит ты торгся туда куда не следовало я не отстану от тебя оставь меня в покое ты не имеешь права выкрикнул он какого еще права я действую законно законно кто позволил тебе войти этот человек или его предки и он сам и его предки назови свое имя меня зовут убийство убийство убирайся вместо мучений я хочу поговорить с этим человеком носитель не чистого духа тут же расслабился и я обнял его за плечи как вас зовут сэр малик ответил он абсолютно нормальным голосом малик сколько вам лет 30 малик какое событие вы считаете самым ужасным в своей жизни жестокое обращение его ответ был кратким но резким он явно не хотел развивать эту тему жестокое обращение с чьей стороны со стороны моего отца в чем она выражалась это было физическое насилие он сильно избил меня насколько сильно он сломал мне несколько костей тут мне стало ясно что дух убийства вошел в него когда он был мальчиком его отец зверски избил его но посмотрев ему глаза я увидел еще кое-что и поэтому положил ему на лоб большой серебряный крест нормальный человеческий голос малика опять сменился демоническим скрежетом убери эту штуку от меня прорычал он сквозь стиснутые зубы естественно я оставил крест там где он был сколько времени ты причинял страдания этому человеку и его предкам долгое время я знаю что ты находишься там долгое время но это не тот ответ который мне нужен сколько поколений прошло малик начал метаться борясь с силой которая удерживала его на месте и жуткий голос наконец ответил 14 14 14 бес говорил все громче и увереннее я хочу знать что произошло 14 поколений назад я был принят тем его предками до во время обряда до обряд сопровождался пролитием крови до крови человека или животного обоих и человека и животного он снова начал отбиваться от моих помощников сегодня ты осужден и время твоей власти подошло к концу нет мое время еще не пришло о да тебе пора уходить я приказал не чистому духу повторять за мной мы разрушаем проклятие мы разрушаем проклятие в жизни маленько злобный голос клокотал в бессильной ярости я возлагаю на тебя божий гнев в семь раз больше чем ты мучил этих людей на протяжении 14 поколений бес прорычал что-то насчет жестокости наказания не способны издать крик отчаяния и ярости а я тем временем перешел к следующему этапу своей тактики малик подойди ко мне на минутку я хочу чтобы ты повторил за мной несколько слов скажи я малик я малик разрушаю древние проклятие разрушаем древние проклятие истребление и колдовства истребление и колдовства которое пришло к моим африканским предкам 14 поколений назад проклятие разрушено теперь мы избавимся от присутствия нечистого духа я имею право оставаться здесь огрызнулся без нет не имеешь тебе придется уйти имею прошепел он змеей ему нравится то что он делает нет на самом деле не нравится скажи я убийство я убийство с трудом проговорил нечистый дух уступаю не могу говори я уступаю все права этому человеку уступаю все права этому человеку и его семье и его семье это была настоящая пытка и без едва мог говорить тем не менее он подчинялся мне мы все глаза маленько расширились и резкий голос проговорил со злостью мы все принимаем я видел что он не может выдавить из себя больше чем одно два слова за раз принимаю суд от всемогущего бога суд от всемогущего бога и все мы и все мы тут снова последовали невнятное возражение идем идем в преисподнюю в преисподнюю мучительно страдая без послушно выдохнул свой приговор малик почти сразу же выпрямился и с улыбкой воскликнул аллилуйя иисус совершил это для тебя подтвердил я иисус прими от нас славу малик простер руки к небу и начал прыгать радостно кричать и хлопать в ладоши аминь следующий раздел называется клятвы на крови это был отвратительный демон африканские бесы они все такие если однажды вы будете разбираться с африканскими бесами связанными с родовыми проклятиями поверьте вам придется изрядно повозиться преодолев 14 поколений мы вернулись к африканским предкам маликам обнаружив в начале этой гнусной истории кровный завет тот факт что завет был скреплен кровью и человека и животного делал проклятие более могущественным сильно усложняя процесс его разрушения я проверил наши видеоархивы на предмет подобных случаев и обнаружил что каждый из таких древних бесов поселялся в человеческом роду из-за проклятия иногда от беса можно избавиться не разрушая проклятие но в данном случае чтобы избавиться от демона сначала нужно было разрушить скрепленная кровью древнее проклятие давным давно один молодой человек который который был прапрадедом маленько принял участие в тайном оккультном обряде по всей видимости он хотел получить от высших сил какую-то сверхспособность чтобы побеждать врагов или стать удачливым охотником подробности этого кровавого акта сокрыты от потомков тайные обряды притягивают силы зла и скрепленное жертвоприношением слова заклинания это та часть тайного обряда которая неизбежно наводит проклятие на его участников следующая глава называется тайные культы на территории америки ну поскольку бук ларсон автор этой книги он американец и живет соединенных штатах он понимал что множество людей которых он освобождал от бесов их предки жили на территории америки и возможно участвовали в культах поэтому он в этой главе рассказывает про разные культы потому что все эти культы приводят и приводили к проклятиям и пока не разрушить скажем так проклятие культа человек не может освободиться и так тайные культы на территории америки хотя каждый из нас может обнаружить в своей жизни древнее проклятие унаследованное от предков живущих на отдаленном континенте наиболее вероятный источник проклятий тайных культов скорее всего находится недалеко от нас почти в каждом городе даже самом крохотном найдется такой и возможно не один тайные культы нередко представляются обществу как безобидные общественные организации далеко не всегда религиозные внешность может быть обманчива помимо того что такие организации возводят стену строгой секретности вокруг большинства своих верований и учений и обрядов все они имеют определенные характеристики которые становятся причиной проклятия для их участников например посредством почитания такие братства и группы поддерживают тесную связь со своими основателями которые сначала попали духовное заблуждение а затем начали пропагандировать свои идеи и соберу собирать вокруг себя единомышленников очень часто такая связь уходит корнями к предыдущим поколениям основателя братства это одна из причин классифицировать братство мормонов как тайный культ тайный культ то есть секта секты это закрытые такие религиозные общества туда просто так не попадешь вот что такое секта если церковь открыта туда может прийти любой человек посидеть послушать на собрании находиться и никто не скрывает это все то это не секта чтобы знали и так большинство людей несомненно что-то слышала о джозефе смите младшим но что именно мы знаем о нем его отец джозеф старший занимался оккультизмом как и многие его современники он был искателем сокровищ и провел большую часть жизни в поисках какого-то забытого тайника возможно он брал с собой своего сына отправляясь на поиски клада капитана кида не исключено что он пытался найти утраченные сокровища с помощью гадания используя в поисках некие пророческие кристаллы которые он клал на глаза чтобы смотреть сквозь них джозеф смит младший подрастая впитывал оккультную практику как часть своего жизненного опыта впоследствии он утверждал что с помощью пророческих кристаллов ему удалось расшифровать загадочные египетские тексты с иероглифами выгравированные на золотых табличках которые он якобы получил от ангела морония позже эти расшифровки получили название книга мормона вот как у христиан библия у мормонов книга мормона жуткая вещь я как-то скачала пыталась считать но не смогла еще одна типичная характеристика тайного культа это приверженность ложным доктринам обычно не до конца понятным представителям внешнего мира из-за их секретности достаточно получить чуть больше информации об этих доктринах чтобы распознать в них заблуждение приверженность лжеучениям втягивает людей в активное опровержение истины при этом они могут чувствовать себя так словно достигли более высокого уровня познания духовных тайн однако как мы увидели из приведенных отрывков из ветхого завета приверженность ложным доктринам неизбежно приводит к проклятию зачастую ложные доктрины ведут к открытому богохульству что само по себе рождает проклятие в церкви мормонов учат что сам бог является творением другого мира и что люди тоже могут достичь статуса творцов другими словами адам правильно сделал что съел запретный плод потому что это сделало его способным стать родоначальником человеческой расы мужчины и женщины это потенциальные богу отцы и богу матери книга мормона утверждает что адам упал для того чтобы на свет появились другие люди известный мормонский афоризм звучит так таким какой сейчас есть человек был бог таким какой сейчас бог может стать человек это право на божественность заработано не благодатью иисуса христа а тем что человек является хорошим мормоном верным своему храм на следующих страницах мы рассмотрим некоторые специфические культы которые по своей природе являются тайными организациями и братствами и конечно же несут проклятие в жизнь людей следующий раздел называется франк масонство франк масонство во время съемок телевизионного реалити шоу мы поехали в нью-йорк чтобы снять сеанс экзорцизма для исключительно для заключительного эпизода программы мы искали церковь которая послужила бы местом действия продюсерская команда села на телефон и обзвонила шесть евангельских церквей находящихся неподалеку но все они отказали нам послушайте да самый известный человек экзорцист в мире просит у них там на два часа помещения для съемок и они отказывают христианские церкви они отказывают читаем дальше после того как ребята обзвонили весь список организации глава отдела позвонил мне с отчетом преподобный боб все церкви сказали нет кроме одной которая была в самом конце списка эта организация разрешила нам провести съемки в ее помещение где это спросил я послушайте ответ самой крупной масонской ложе нью-йорка я с трудом верил услышанному вскоре мы уже входили в здание куда нам обычно запрещено было входить то есть масонская лужа причем самая крупная самое главное в центре нью-йорка представляете на этот раз нам был открыт доступ в те его уголки куда вхожи разве что посвященные мы прошли сквозь массивные бронзовые двери и меньше не меньше 20 футов высотой и увидели знак информирующий о каком-то торжестве рядом с ним была изображена пентаграмма это была версия пятиконечной звезды с двумя концами сверху используемая масонами и сатанистами надпись под ней гласила с верой все возможно что является искажением стиха из библии бог уже все возможно это матфея 19 26 мы последовали дальше вошли в местное святая святых и увидели высокую кафедру а за ней огромное кресло великого мастера понимаете что это это для сатаны кресло великий из большую букву великий мастер это зал масонский зал где они все там свои культы делают и там огромное стало кресло торжественно очень красиво на которое только сатана садился приходил реально физически и приходил и садился туда над ним то есть над креслом располагался символ масонства состоящий из соединенных вместе инструментов каменщика циркуля и наугольника заглавной буквой г внутри ли джи предполагается что буква джи означает слово геометрия или слова бог голды то есть великий архитектор вселенной скорее всего она имеет гораздо больше значений но явно ничего хорошего раз уж я оказался здесь я решил помазать этот символ елеем я вскарабкался на ручке кресла и потянулся вверх чтобы помазать его во имя отца сына и духа святого затем я спустился вниз и уселся в кресло вы представляете в кресло он в это уселся конечно же я сел туда не потому что у меня были амбиции стать великим мастером масонской ложи я знаю что во мне живет дух моего господа иисуса христа и это пожалуй был один из немногих случаев когда у иисуса в моем лице появилась возможность воссесть в кресле которая по своей сути является троном люцифера у франк масонстве много сказано и написано и это судя по всему весьма сомнительная тайная группа их туманное и аллегорическое происхождение уходит корнями в европу на много веков назад это преимущественно братская мужская организация туда женщин не принимают наиболее известные ответвления для женщин соединенных штатах это орден восточной звезды и международный орден радуги для девушек обряды занимают в собраниях членов культа центральную роль и хотя организация не идентифицирует себя как религиозная группа терминологию и символику заимствованы из мировых религий можно найти на каждом ее уровне кто же здесь бог масоны признают великого архитектора вселенной но божественность его намеренно неоднозначная во время ритуала посвящения у масоны неофит то есть над новичок должен заявить свою веру высшее существо но от него не требуется чтобы он говорил какому богу он молится если таково вообще есть многие существующие лжерелигии таким образом объединяются через опыт масонства главное помещение нью-йоркской масонской ложи имеет потолок высотой более 30 футов 10 метров с одной его стороны мы увидели 4 массивных мемориальных доски каждой высотой в 3 или 4 фута сложно определить точнее потому что они висели слишком высоко и на каждой из них было выгравировано какое-то изображение и надпись на одной было написано иудейская мифология а на трех других греческая мифология египетская мифология и ассирийская мифология и хотя здесь были представлены эти четыре религиозные системы мы не увидели в этой комнате ни одного креста это место определенно навевала религиозные ощущения но это была не та духовность которой я хочу приблизиться 4 и 5 главах я уже упоминал о том какие чрезвычайно негативные последствия влечет за собой принесение обетов и клятв масоны широко известны своими смертными клятвами которые совершают адепты то есть новички и которые приносят им демоническое проклятие как только они вступают в период ученичества вот примерный образец клятвы которую повторяют все начинающие масоны я дальше имя человек говорит свое по своей доброй воле и согласию перед лицом всемогущего бога и достопочтенных членов масонской ложи настоящим обет может приноситься с рукой возложенной на библию но не обязательно торжественно обещаю и клянусь вдобавок к моим предыдущим клятвам что я не буду разглашать секреты моего посвящения масонской ложи кому-либо с низшей степенью посвящения ими любому другому человеку в целом мире за исключением истинного и верного брата или братьев масонов в пределах законодействующей ложи не тем о ком я услышу что они таковы но только тем кого я найду таковыми после строгой проверки и должного изучения информации более того я обещаю и клянусь что я никогда не причиню намеренного вреда своей ложе имя ее членом вплоть до суммы в два цента но два цента это видно самая-самая мелкая монета в соединенных штатах америки и говорится что я никому из своих братьев масонов не принесу вреда даже как два цента да то есть не совсем совсем не никакого ущерба никогда это клятва дается это клятва обед вплоть до суммы в два цента и не позволю причинить зло и страдания моим братьям если в моей власти будет предотвратить это более того я обещаю и клянусь что буду поддерживать конституцию великой ложи сша и ложи данного штата на основании которой действует это ложа и подчиняться всем уставам правилам и постановлением этой или любой другой ложи членом которой я могу стать дальнейшим насколько это в моей власти более того я обещаю и клянусь что буду подчиняться всем регулярным знаком и требованиям которые даны вручены присланы или брошены мне рукою брата масона или переданы из закона действующей ложи при условии что они находятся в пределах длины моего боксе буксирного каната или наугольника и ракурса моей работы более того я обещаю и клянусь что буду помогать и содействовать всем бедным и безденежным братьям масоном их вдовам и сиротам если таковые обратятся ко мне за помощью насколько это в моей власти без ущерба для меня и моей семьи все это я торжественно и искренне обещаю исполнить без малейшего колебания мысленной оговорки ой сейчас извините или какого-либо помутнения разума во мне связывая себя не меньшим наказанием чем если бы мне разобрали грудь исторгли оттуда мое сердце и жизненно важные органы бросили через мое левое плечо и отнесли в долину иософата чтобы они стали добычей диких полевых зверей и стервятников если когда-либо подтвердится что я виновен в умышленном нарушении какой-либо части моего торжественного обета или других обязательств масона и так помоги мне господь сделай меня верным в исполнении этой клятвы и дальше бы пларсон говорит эта страшная клятва произносится с завязанными глазами а кандидат полураздет и связан буксирным канатом после принесения клятвы новообращенного масона посвящает в тайну особых рукопожатий и фраз паролей по которым члены ордена узнают друг друга ну кстати скажу это от меня что ни один президент ни в одной стране вообще никогда нигде не избирается не будучи масоном это просто невозможно то есть абсолютно все президенты на всех континентах во всех странах это масоны просто люди этого не знают именно масоны ставят президентов дальше вы можете видеть почему эта присяга называется смертной клятвой связывая себя это кусочек цитата из этой клятвы связывая себя не меньшим наказанием чем если бы мне разобрали грудь исторгли оттуда мое сердце и жизненно важные органы бросили через мое левое плечо и отнесли в долину иософата чтобы они стали добычей диких полевых зверей и стервятников даже если приносящие ее люди приносящие клятвы не принимают эти слова всерьез эта клятва связывает их а ведь это лишь одна из многих масонских клятв некоторые другие несут в себе еще более разрушительный смысл когда человек заявляет о своем согласии на то чтобы за предательство ордена его горло было перерезано от уха до уха при этом новообращенного франк масона инструктируют чтобы он провел рукой по горлу имитируя надрез масоны будут спорить эти клятвы просто очень символичные не следует воспринимать их буквально но кто из них хотел бы быть подвергнутым такому наказанию которое озвучивают положение клятвы если вы внимательно прочтете эти возвышенные и высокопарные слова вы заметите что приносящий присягу клянется в верности своим братьям масонам больше чем кому-либо другому это означает что любой христианин который когда-то был масоном уже поклялся заботиться о своих братьях масонах раньше чем о своих братьях христианах я хочу предупредить вас что некоторые наиболее сильные проклятия с которыми вы столкнетесь в своем служении это именно франкмасонские проклятия помимо проклятия преждевременной смерти среди специфических проклятий высвобожденных посредством принесения членской клятвы можно назвать проклятия болезней страданий семейных конфликтов и сексуального насилия я выяснил что в ряде случаев необъяснимого бесплодия и многократных выкидышей в случаях растления малолетних и педофилии причиной было именно проклятие франкмасонства иногда такие последствия проклятия проявляются уже в семье масона а иногда проклятие наследуется его детьми внуками и так далее часто потомки франкмасонов страдают от постоянно повторяющихся несчастных случаев серьезных физических увечий странных болезней и других несчастья я сталкивался с ситуацией когда несколько внуков франкмасона были убиты электрическим током еще у одной семьи члены которые были потомками масона в тридцать втором поколении один ребенок родился с синдромом дауна другой совратил свою сестру а у третьего ребенка был выбит глаз можно ли объяснить случайным совпадением столь ужасные трагедии происшедшие с детьми в одной семье целые книги были написаны о культе франкмасонства которое в ходе истории сумело повлиять на многие другие секты и оккультные организации я верю что моего краткого описания масонства было достаточно чтобы убедить вас в том что этот тайный культ породил и продолжает порождать на земле бесчисленные проклятия и страдания ну и еще мы почитаем главу которая называется мормоны одной из крупнейших религиозных сект уходящих корнями франкмасонства является церковь мормонов известная также как церковь иисуса христа святых последних дней ее основатель джозеф смит младший вступил в масонскую ложу в наву штат Иллинойс будучи молодым человеком что впоследствии помогло ему ввести ряд смертоносных положений и клятв в мормонские обряды посвящения которые почти дословно повторяли клятвы франкмасонов вплоть до недавнего времени мормонские клятвы оговаривали те же наказания в ритуальных жертвоприношениях что и у масонов в ритуалах готовящих их к принятию царского достоинства и священнических отличий в жизни после смерти даже после того как из обрядов были удалены привлекающие смерть слова в них все еще сохранялись жесты символизирующие наказание такие как проведение ребром ладони по горлу и животу существование таких недвусмысленных ритуалов лишь подчеркивает тайную природу мормонского посвящения такие символические церемонии жертвоприношений до сих пор продолжают происходить за закрытыми дверями как и многие другие оккультные практики хотя вероучения разных мормонских организаций и групп немного различаются между собой основные ложные доктрины продолжают оставаться актуальными обеспечивая плодородную почву для возникновения проклятия мормоны верят что на небесах существует три уровня для язычников для христиан не мормонов и для тех кто сочетался браком и чьи супружеские союзы будут длиться вечно далее верят в то что женщина занимает подчиненное положение по отношению к мужчине далее конституция сша была создана при божественном вдохновении далее ритуальное нижнее белье защищает носящих его мужчин и женщин как от искушения так и от физической опасности далее крещение совершенное от имени другого человека гарантирует спасение уже умершим людям и неважно были ли они святыми или грешниками таким образом мормоны должны тщательно позаботиться о своей генеалогии следующее во что верят мормоны что сатана это бунтующий духовный брат Иисуса и Адама и последнее во что они верят межрасовые браки находятся у них под запретом лишь последнее время церковная политика мормонов перестает быть такой сегрегационной а это только после того как лидеры церкви получили соответствующее откровение от бога что такое межрасовые браки может быть не все знают ну скажем так между черными и белыми или между белыми и метисами ну по цвету кожи да понятно в добавок ко всему перечисленному в церкви мормонов культивируется апокалипсическое учение и членов церкви побуждают запасаться продуктами чтобы подготовиться к временам голода и гонений молодцы церковь церковь мормонов верит в дары духа святого но я пишет боб ларсон как человек регулярно практикующий дар развлечения духов нахожу их методы мягко говоря не самыми традиционными дар развлечения духов в понимании мормонов включает в себя обязательное пожатие руки человека возможно даже руки ангела или беса чтобы определить кто находится перед вами по совету Джозефа смита младшего записанному в разделе 129 книги учения и заветы с помощью такого рукопожатия можно подвергнуть проверке предполагаемых посланцев небес вот как интересно пожал за ручку уже знаю что это ангел или бес система верований церкви мормонов такая сложная и запутанная что многие ее члены отдают предпочтение тем обрядам и идеям которые они находят легкими для понимания тем не менее любой человек в семейной истории которого присутствует мормонство и конечно любой кто был членом церкви мормонов должен сделать тщательную духовную уборку своей жизни и разрушить демонические проклятия которые сопровождают эти многочисленные верования и обряды задуманные с целью приносить зло аминь на этом мы этот урок заканчиваем восьмой урок первая часть спасибо всем кто слушал благословляю вас аминь и и и и и и